Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец февраль. Какого спутника весёлого привёл мне наивишний февраль, Позвякивая карбованцами и медленно пуская дым, С торжественными чужестранцами проходим городом родным, Чьи руки бережные трогали твои ресницы, красота, Когда и как, и кем, и много ли целованы твои уста? И спрашиваю, дух мой алчущий переборол свою мечту, И божественного мальчика, десятилетнего я чту, Помедлено по реке, получащей цветные бусы фонарей, Я доведу тебя до площади, предавшей отраков царей, Мальчишескую волну с листовой, И сердце зажимаю корсти, Мой хладнокровный, мой неистовый, Вольно отпущенный, прости. Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь это слово приходит ко мне. Еще раз здравствуйте. Мне очень приятно, что собрание клуба Книга-Любов Снова собирает нас вместе. Очень интересный рассказ, который нам наши... Еще не закончили. Еще не закончили. Мне очень неудобно, что мне приходится вас перепевать. Еще чуть-чуть. Да. Обстоятельства иногда бывают. Да. Немного я не рассчитал свое время. Итак, все же наше пробрание сегодняшнее посвящено дню поэзии. И в продолжение ведущего выступления мне хотелось бы представить вашему вниманию песню. Надо сказать, что обычно меня просят какую-то заданную тему, но в этот раз наоборот сказано, чтобы это был сюрприз. Любимая ее просила. Любимая. Ну вот даже несколько иначе получилось. Итак, мне хотелось, я смеялся представить вашему вниманию песню на стихи Марины Цветаевой, музыка вашего покорного струги. И так, я смею. Вот опять окно. Такие мои цвета. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, вдруг, есть окно такое. И к разлуке и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, тысячи. Нет и нет уму моему покоя. И в моем дому целелось откуда. Помолить, дружок, за бессонный дом. За окно с огнем. За окно с огнем. Небольшая визня. Но в продолжении темы, что у нас день в паризе, мне бы хотелось поговорить вообще о поэтах. Из чего, наверное, не может существовать каждый поэт. Во-первых, муза. Ладно. Муза, которая вдохновляет поэту на творчество. Но все же еще один важный, неизменный актибут. Это, наверное, Фегас. Крылатый конь, который позволяет поэту вноситься в мир грез и мечтаний. И поэтому сейчас звучит песня, освещаемая Фегасом. Итак. «Тихий юный морец». Музыка Сергея Никитина. Песенка «Летающих лошадей». Очень многие думают, что они умеют летать. Лебеди очень многие, ласточки очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие, лошади четвероногие. А только лошади летают вдохновенно. И ночи лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей Хрустят, как стаи белокрылых лошадей. Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи белокрылых лебедей. А он, как стаи белокрылых лошадей. Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет. И это летание лошади, нелегких животных летает. Но только лошади летают вдохновенно. И ночи лошади разбились бы мгновенно. И разве стаи белокрылых лебедей Хрустят, как стаи белокрылых лошадей. Но только лошади летать умеют чудно. Очень лошади прожить без неба трудно. И разве стаи белокрылых лошадей. Хрустят, как стаи белокрылых лошадей. Спасибо. Спасибо. Среднего беспамятства не очнись. У лунатика и гения нет друзей. Часть последнего прозрения не прозрит. Я глаза твои, савиная, о, как рыжь. Буду звать тебя по имени, не расслышь. Я душа твоя, уранья, боги дверь. Часть последнего признания не проверь. Второе стихотворение я хотела бы прочитать. Я думаю, все его прекрасно узнают. Пришлось специально провести поиск, кто же его автор. К сожалению, про автора узнать ничего не удалось. Могу сказать только его имя. Видимо, так и остался автором одного стихотворения, Человек, но прекрасного. Всеволод Кочетков, баллада о прокуренном вагоне. Как больно, милая, как странно, Сромняй земле, сплетясь ветрями. Как больно, милая, как странно, Растваиваться под пилой. Незарастет на сердце рана, Прольется чистыми слезами. Незарастет на сердце рана, Прольется пламенной смолой. Пока жива с тобой, я буду, Любовь и смерть неразделимы. Пока жива с тобой я буду, Любовь и смерть всегда вдвоем. Ты понесешь с собой повсюду, Ты понесешь с собой, любимый, Ты понесешь с собой повсюду Родную землю, отчий дом. Но если мне укрыться нечем От жалости неутолимой, Но если мне укрыться нечем От холода и темноты, За расставанием будет встреча, Ты унесешь... Не забывай меня, любимый, За расставанием будет встреча, Вернемся вместе, я и ты. Но если я безвестна кану, Короткий свет луча дневного, Но если я безвестна кану, За звездный пояс, влечный дым, Я за тебя молиться стану, Чтоб не забыл пути земного, Я за тебя молиться стану, Чтоб ты вернулся, не глядил. Присясь в прокуренном вагоне, Он стал бездомным и смиренным, Присясь в прокуренном вагоне, Он полуплакал, полуспал. Когда состав на скользком склоне, Друг изогнулся страшным креном, Когда состав на скользком склоне, Клет с колеса оторвал. Нечеловеческая сила в одной доверни всех калечи, Нечеловеческая сила земное сбросила с земли, И никого не защитила вдали обещанная встреча, И никого не защитила любовь замущая вдали. С любимыми не расставайтесь, С любимыми не расставайтесь, С любимыми не расставайтесь, Всей кровью прорастайте в них, И каждый раз наверх прощайтесь, И каждый раз наверх прощайтесь, И каждый раз наверх прощайтесь, Когда уходите на них. Светлана Ефимовна, дорогая, вы знаете всех, да, и я надеюсь даже, что вы меня все поддержите, потому что наша дорогая Светлана Ефимовна стала уже не просто работать в музее, она у нас теперь уже возит экскурсии, я думаю, мы все первые выстроимся туда к ней, чтобы она нас провела по музею, и сегодня у нас, в общем-то, идея была какая, мы не хотели никаких каких-то там выступлений, и мне очень приятно, что и Володя, и Марина отозвались на это предложение, прочитать что-нибудь любимое, поделиться просто со своим любимым, вот то стихотворение, которое Марина Цветаева прочитала, Виктория, мы даже, так сказать, опробовали на людях, и, в общем, мало кто признал Цветаева, хотя, в общем, цветаевские стихи, они все на слуху, вроде бы, да, вот, и мы попросили тоже Светлану Ефимовну прочитать свое любимое. И другу на руку легло, крылатки, тонкое крыло, Что я поистине крылата, ты понял, друг мой, по беде, Но, ах, не справиться тебе С моей нежностью проклятой, И благодарный за тепло Целуешь тонкое крыло, А ветер гасит огоньки, И треплет пестрые палатки, И ветер от твоей руки Отходит крылышко крылатки, И шепчет, Душу не губи, Крылатых женщин не люби. Ну, еще Ахмата, вот там небольшое стихотворение, Сжала руки под темной вуалью, Отчего я сегодня бледна? Оттого, что я терпко и печалью Напоила его до пьяна. Как забудешь? Он вышел, шатаясь, И скривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, Я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, Шутка, все, что было. Уйдешь, я умру. Улыбнулся печально и жутко, И сказал мне, Не стой, но это он. Спасибо большое.